Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к фессалоникийцам, а если говорить по-славянски, то к Солунинам. Это первое его послание, сегодня перед нами вторая глава, стихи с 14 по 19. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих племенников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и его пророков. И нас изгнали, и Богу не угождают. И всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение первого послания к Солунинам, к фессалоникийцам святого апостола Павла. И сегодня перед нами вторая глава стихи с 14 по 19. И мы продолжаем с вами чтение второй главы, практически ее завершаем. Апостол Павел пишет. «Вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Апостол Павел говорит о тождестве опыта, опыта преодоления скорбей. Филиппийцы переживают гонения от соплеменников, язычников, так же, как в свое время и в это же время, да, параллельно переживают гонения от своих соплеменников, евреев, христиане в Иерусалиме. Вот эта схожесть опыта — это один из критериев религии. На самом деле, любой религии есть семь критериев, по которым мы определяем, что это религия это или нет. И вот один из критериев — это единство духовного опыта. И вот этот духовный опыт, опыт следования за Христом в скорбях, объединяет церковь и в Иерусалиме, и в филиппийцах, в фессалоникийцах. На самом деле, в филиппах тоже. Потому что мы знаем, что апостола Павла выгнали из Филипп, там тоже были галения на филиппийскую церковь. Апостол Павел пришел в Фессалонику, и здесь тоже есть эти гонения. То есть единство опыта объединяет церковь. И он говорит, что у вас единство опыта есть. И это подтверждает то, что Слово Божие — истина, что вы правильно восприняли. Вы не испугались. Вы не сказали, что «Господи, за что?» Мы к тебе обратились, ты нам не помогаешь. Часто можно видеть такое, слышать такое от людей. «Я молился, я постился, а Господь не уберег меня от болезни, например». Господь слышит все молитвы, но на некоторые он отвечает «нет». И здесь нужно учитывать, что Господь не обещал нам, что Он избавит нас от скорбей. Он может подать нам утешение, даст силы преодолеть скорбь. Но сам Он пришел и сказал, кто хочет идти за мной, возьми крест свой и иди за мной. Вера во Христа и наше шествие к Царствию Небесному, к обожению, не устлано розами, но устлано опытом Господа Иисуса Христа, Его кровавым потом, Его страданиями. Поэтому христианин должен быть готов к тому, что его жизни будут сопутствовать скорби. И их наличие будет свидетельствовать о том, что Господь рядом, Господь прошел эти же испытания, и Он поможет пройти тебе их. Должно быть правильное духовное устроение, не должно быть малодушие, такого, знаете, излишнего саможеления и, скажем так, никаких упреков тем более. Филиппийцы прошли этим путем. И Иерусалимская Церковь прошла этим путем. Поэтому мы с вами должны уяснить себе это мужество Церкви. В послании к Ефесиным апостол Павел сравнив христианина с воином. Конечно же, мы сражаемся с духами злобы поднебесной, не с плотью и кровью. И вот мы должны преодолеть в себе грех и страстность нашу, чтобы следовать неукоризненно за Христом. Что пережили общины в Иерусалиме? Прежде всего, соплеменники Иерусалимской общины убили Господа Иисуса Христа и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человеком противится. То есть это активное противление. Наша русская церковь, она помнит эти гонения советского периода. какие-то части церкви русской, московского патриархата, сейчас тоже переживают гонения. Страшные гонения. И мы видим, как весь мир закрывает на это глаза, убивает пророков, изгоняет из храмов, Богу не угождает и всем человеком противится. Вот такой дух противления, он сейчас тоже, мы это видим. На самом деле, вот эти хорошие, спокойные времена, они были как будто бы нашим усыплением. Мы как будто бы забыли, что по всему миру христиан убивают, что есть места, где до сих пор люди за Христа принимают мученическую кончину. И это действительно есть. И мы как-то закрылись в своем мире, но Господь и нас, скажем так, благословил, как бы это ни звучало, страданием, чтобы мы отрезвились, чтобы мы увидели, что мы должны нести покаяние, мы должны ближе быть к Богу, чтобы сохранить единство, единство веры, единство церкви. Апостол Павел говорит о том, что в Иерусалимской общине людям препятствовали говорить к язычникам. Дескать, нельзя вам идти к язычникам, они должны сначала стать евреями, а потом стать уже христианами и так далее. Они воспрепятствовали, чтобы язычники спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Всегда нужно помнить, что ничто тайное не сокроется. Все тайное будет явным. И за каждый поступок человеческий понесет свой суд. Будет ему либо награда за добродетель, либо гнев Божий за грех. Поэтому не обманывайтесь. За все человек понесет свое наказание, свое вознаграждение. Поэтому суд Господень неотвратим. Это тоже стоит помнить. Но мир во зле лежит. И от зла мы, скажем так, мы можем зло в себе остановить. На себе остановить зло. Но зло будет еще до какой-то степени в этом мире. Тоже такая утопия, что мы можем как-то искоренить его, построить такой замечательный, справедливый мир, где всем будет хорошо. Уже прошли этот путь. И на этом пути уже немало сотен, даже миллионов положило свои головы. И где этот справедливый мир? Нет, нет. Господь должен нас всех благословить своим вторым пришествием. И тогда будет жизнь будущего века, которую мы все ожидаем. А перед ней страшный суд. Вот чтобы на этом страшном суде нам оказался одесную престола Божия, мы должны слушать Слово Божие. Мы должны жить согласно преданию церкви. Мы должны молиться и оставаться верным церковному преданию церкви Христовой. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. Мы разлучены, быть может, расстоянием, но сердце наше всегда в Боге, в единстве веры. У верующего человека, где бы он ни находился, в какой стране, в каком континенте, сердце наше с Богом и Господь с нами. Только бы нам оставаться верным Его любви, Его заповедям. А потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но препятствовал нам сатана. Ибо кто наши надежды, или радость, или венец похвалы, не и выли пред Господом нашим Иисусом Христов в пришествии Его. Посыл Павел говорит, что главный венец славы, похвала и награда это не какие-то внешние человеческие награды и так далее, медали и все прочее. По плодам их узнаете их. Вот, по каким плодам мы узнаем, что апостол Павел апостол? То, что он нацепит на себя регалии и скажет, я апостол? Да нет, так делают лжи апостолы, так кто из них вернее? У них даже больше всяких этих медалей и наград. А плоды апостола Павла это фессалоникийцы, филиппийцы, коринфяне, галаты и так далее, и фессиане. Вот плоды. И вот по ним-то как раз-таки и узнают, кто истинный апостол и кто трудился во славу Божию. Вот поэтому апостол Павел говорит, я хотел прийти к вам, и сердцем я с вами, потому что вы моя награда, потому что вы плод моей любви и веры. Также мы должны, дорогие братья и сестры, стремиться к плодам Духа Святого, каждый на своем поприще. Не унывайте, пребывайте в любви, радости и страхе Божьем. Будем молиться, дорогие братья и сестры. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok